Так вот, входит большое количество различных курсов, целый трек, в том числе и в этот трек, который связан с подготовкой специалиста Handdesk, входит курс простой, но очень важный, который называется «Основа сетей. Сетевые операционные системы. Практикум Wi-Fi». Ну, для чего, собственно, этот курс существует? «Основа сетей. Сетевые операционные системы». Этот курс предназначен для тех слушателей нашего центра, для тех специалистов, которые собираются не просто заниматься обслуживанием компьютеров где-то на рабочем месте. Для них этот курс тоже очень нужный и очень важный, но в первую очередь этот курс предназначен для тех, кто в дальнейшем собирается стать опытными, грамотными, высокооплачиваемыми, самое главное. Это так. Сетевыми администраторами, для тех людей, которые собираются в итоге посвятить себя администрированию сетевых операционных систем. Так вот, для того, чтобы заниматься администрированием сетевых операционных систем, нужна какая-то определенная предварительная подготовка. Смотрите, как все это дело складывалось. Вот этот курс когда-то «Основы сетей» входил в линейку, в целый трек, в большой трек курсов по сетевому администрированию, которое создавала фирма Microsoft. Это был обязательный для всех курс. Любой человек, который собирался слушать майкрософтовский трек и становиться сис-админом, вот этот курс «Основы сетей» и «Сетевая операционная система» должен был прослушать. Это тогда был большой курс, 40-часовой, но другие курсы не записывали, если не прослушал этот курс. Базовая подготовка вот такая вот должна была быть. А потом практика почему-то сложилась таким образом, что Microsoft из своих сетевых треков этот курс, как отдельный курс, почему-то убрала. И все, что в этом курсе когда-то рассказывалось слушателям, так размазало по каким-то другим конкретным курсам. К чему все это привело? Я сейчас говорю о Microsoft. Почему? Потому что в то время наш центр уже был партнером Microsoft, уже был лицензионным майкрософтовским центром. Мы по тем временам, ну в первую очередь, Microsoft с этими операционными системами занимались. Как вы знаете, сейчас мы занимаемся любыми сетевыми операционными системами. Я просто рассказываю историю появления вот этого курса. Значит, Microsoft из своих сетевых треков это убрала. И к чему это привело? Привело к тому, что пользователи приходят слушать сетевое администрирование, изучать какие-то конкретные сетевые операционные системы. А некоторых таких достаточно важных основополагающих понятий, они просто не знают или они их не очень правильно затолкуют и воспринимают. Соответственно, что нужно делать преподавателю, который рассказывает вам о какой-то конкретной проблематике, связанной с администрированием больших сетевых операционных систем? Ему надо остановиться и вот этот пробел знаний каким-то образом репетировать. За счет чего? За счет тех минут, которые ему отведены для чтения его курса. У преподавателя не бывает лишнего времени, ему времени обычно не хватает. Так вот, чтобы с такими проблемами больше не сталкиваться, мы решили вот этот курс возродить основой сетей, сетевой операционной системой. И рекомендуем этот курс прослушать. Мы его создали в своем авторском варианте, он небольшой, всего 16 академических часов. И мы этот курс рекомендуем прослушать, ну вообще говоря, всем тем, кто собирается заниматься сетевым администрированием у нас в центре. Кому-то это позволит узнать что-то новое, кто-то просто освежит какие-то свои знания и так далее. Значит, этот курс действительно короткий, и о чем мы на этом курсе говорим? Мы на этом курсе, ну изначально вообще говорим о совсем простых вещах. Мы вводим понятие, что такое компьютерная сеть. Дальше мы все существующие в этом мире компьютерные сети делим на сети локальные и сети глобальные. Какие-то отличительные особенности их рассматриваем. Далее более подробно занимаемся локальными сетями, делим их на сети на основе сервера и сети однораммливые. Тоже об особенностях говорим. Дальше мы вводим в рассмотрение такое основополагающее понятие, связанное с сетями, с сетевыми технологиями. Понятие сетевая архитектура. Основополагающее понятие, включающее в себя три составные части. Понятие, физическая топология сети, методы доступа к среде передачи информации и протоколы, обеспечивающие сетевое взаимодействие. И рассматриваем вот эти вот три понятия, входящие в понятие архитектура. Ну, чтобы не быть голословным, ведь мы все с вами наверняка встречались с термином Ethernet. Встречались с таким термином? Вопрос, а что такое Ethernet? Мы сейчас скажем, сетевая технология, правильно скажем. Сейчас все, что угодно принято называть технологией. Вообще Ethernet это сетевая архитектура, это та сетевая архитектура, которая сейчас является как бы общеприменимой при построении кабельных, ну в первую очередь, естественно, все-таки локальных, но тем не менее кабельных сетей. Так вот, разбираемся с понятием архитектуры, физической топологии, методы доступа к среде передачи данных, протоколы. Раз говорим о протоколах, значит на этом курсе основы сетей обязательно рассматриваем, что такое семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем, сисадмина, сетевика. Без знания, что такое семиуровневая модель, не бывает, поэтому об этом подробненько говорим. Дальше, совсем коротко, говорим о реально существующем стеке протоколов TCP и PSTEC, это набор протоколов, которые работают на компьютере одновременно. А что такое протокол? А протокол это программное обеспечение, которое реализует правила и процедуры, позволяющие компьютерам обмениваться информацией по сети. Так вот, рассматриваем, что такое семиуровневая модель, потом говорим о том, что такое конкретно уже существующий в промышленности стеке TCP и IP, и главное, чем мы потом занимаемся на нашем курсе, это говорим об IP-адресации. Что такое IP-адрес, как IP-адрес используется для того, чтобы два компьютера друг друга нашли и могли обменяться информацией. Подробно, подробно обо всем этом на курсе говорим, причем действительно очень подробно говорим, что такое IP-адрес. IP-адрес для четвертой версии IP-протокола, и немножечко говорим о том, что такое IP-адрес для шестой версии. Мы с вами знаем, что современная операционная система может работать с двойным стеком протоколов, она работает и с протоколом IP-версии 4, и с протоколом IP-версии 6. Вот это все, 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 о чем мы говорим на том курсе. На нашей с вами сегодняшней конкретной встрече, вот рассказав о существовании, рассказав о существовании вот этого курса «Основа сетей», давайте немножечко какую-то конкретную задачу пообсуждаем, связанную с понятием IP-адреса и так далее. Мы с вами поговорим о том, как сети делятся на подсети, и как сети объединяются в более крупные сети. Ну, вообще говоря, я начну с того, что напомню вам некоторые, ну, в общем-то, наверное, большинство из вас вещи известные, что IP-адрес – это уникальный идентификатор, который однозначно определяет хост или же узел сети. Что такое хост? Что такое узел? Устройство, которое можно отдельно адресовать сети, и которое может взаимодействовать с другими сетевыми устройствами. Так вот, в стеке TCP IP сетевое взаимодействие обеспечивает IP-протокол. Для того, чтобы протокол IP мог обеспечить работу компьютеров в больших составных сетях, он использует специальный уникальный идентификатор каждого компьютера, который называется IP-адрес. Значит, смотрите, протокол IP – протокол маршрутизируемый. Что такое маршрутизируемый протокол? Маршрутизируемый протокол может обеспечить взаимодействие, связь между компьютерами, расположенными в одной локальной сети, и он же маршрутизируемый протокол может обеспечивать межсетевое взаимодействие, то есть связь между компьютерами, которые расположены в разных локальных сетях. Для того, чтобы компьютерные сети, локальные сети между собой могли взаимодействовать, между этими сетями надо устанавливать, использовать специальное устройство, которое называется маршрутизатор. Маршрутизатор. Так вот, смотрите, протокол IP – протокол маршрутизируемый. Он может обеспечить связь между компьютерами, расположенными в одной сети, и может обеспечить связь между компьютерами, расположенными в разных сетях, которые расположены в разных сетях какой-то более крупной, большой, такой составной объединенной сети. Еще один момент. Протокол IP не зависит от конкретной физической адресации, которая реализована в какой-то конкретной физической сети. То есть это могут быть какие-то разные способы адресовать сами компьютеры. Ну, мы с вами знаем, наверное, что самая распространенная сейчас сетевая архитектура, сетевая технология, которая называется Ethernet, использует для адресации компьютеров, работающих внутри какой-то отдельной сети, так называемый физический адрес компьютера или же MACAT. Так вот, для того, чтобы иметь возможность связывать совершенно разные по своей природе физические сети, протокол IP, обеспечивающий межсетевое взаимодействие, должен быть вот от этой физической реализации адресации в конкретной сети торм. То есть он должен быть использовать какую-то свою независимую систему адресации, не связанную с адресацией компьютеров внутри конкретной сети. Так вот, для того, чтобы такую независимую систему адресации построить, сетевой адрес или же IP-адрес состоит из двух частей. Одна часть адреса уникально идентифицирует сеть в большой сети. Посмотрите, у каждой из этих сетей есть свой собственный идентификатор и свой собственный адрес. Сеть 1, сеть 2, сеть 3. И вторая часть IP-адреса уникально идентифицирует хост внутри этой сети. У каждого хоста внутри этой сети есть свой собственный адрес. Хост 1, хост 2, хост 3. Для примера, сетевой адрес вот этого компьютера называется, то есть выглядит следующим образом. Сеть 1, хост 3. То есть IP-адрес несет в себе информацию о двух объектах. Об адресе сети и об адресе хоста внутри этой сети. Это логика построения IP-адреса. Ну мы с вами сейчас вспомним, как физически строится IP-адрес в 4-й версии протокола. Коллеги, еще раз вам хочу вот что напомнить. Обо всем об этом более подробно и не так быстро мы беседуем на курсе, который называется «Основа сетей, сетевая операционная система». Там действительно об этом разговор идет очень подробно. Так вот IP-адрес в 4-й версии протокола – это 32-разрядное двоичное число. С таким громоздким 32-разрядным двоичным числом человеку работать неудобно. Для удобства работы с человеческими, для удобства работы людей с этими адресами их принято записывать в специальном формате. Формат этот называется десятичная с точкой. 32-разряда адреса разбивают на 4 равные части, по 8 разрядов в каждой из них. В терминологии IP-адреса цель на 8-разрядной части адреса носит название. Актет получает 4 8-разрядных актета, дальше вместо 8-разрядного двоичного числа записывают его десятичный эквивалент. Ну то есть десятичное число, соответствующее этому двоичному, получает 4 десятичных числа. Между ними ставят значок «точка» для удобства восприятия. Ну, коллеги, когда, я надеюсь, вы придете ко мне на этот курс, мы все это научимся делать совсем-совсем подробно. И вы будете уметь двоичные числа переводить в десятичные, десятичные переводить в двоичные, вручную. Вы сейчас мне скажете, зачем вручную, Николай Михайлович, калькулятор запустим, он все за нас сделает. Да, мы не будем себе жизнь усложнять специально, но в самый ответственный момент времени калькулятора под рукой не окажется. И все-таки придется вручную этим заниматься. На курсе все это мы с вами посмотрим. Вот так физически выглядит IP-адрес. Теперь к логике IP-адреса вернулись. Помните, мы с вами сказали, что IP-адрес несет в себе информацию о двух объектах. Об адресе сети и об адресе хоста, компьютера внутри этой сети. Хост – это компьютер, по сути, да? Мы сказали, это устройство, которое можно отдельно адресовать в сети. Хост – это компьютер. Так вот, ту часть IP-адреса, которую адресуют сеть, называют идентификатором в сети, и под идентификатор сети отводятся старшие левые разряды IP-адреса. Ту часть IP-адреса, которая уникально идентифицирует хост внутри этой сети, называют идентификатором хоста, и под идентификатор хоста отводятся правые младшие разряды адреса. И вот теперь возникает достаточно серьезная проблема. Проблема с чем связана? А проблема связана тем, что в этом наборе ноликов и единичек в 32-разрядном двоичном числе отсутствует какой-то специальный символ, разделитель какой-то, который позволит определить, сколько разрядов идентифицирует сеть, сколько разрядов идентифицирует хост. То есть понять вот эту структуру этого адреса. Это важно, нет? Это очень важно. Кому это важно в первую очередь? Это в первую очередь важно протоколу IP, который работает на маршрутизаторе. Задача маршрутизатора связывает между собой отдельные локальные сети. Соответственно протокол IP, который работает на маршрутизаторе, должен понимать, где в IP-адресе вот этот вот идентификатор сети, по сути адрес сети, чтобы продвигать информацию в соответствующую сеть. Так вот, а какого-то специального символа нет. Значит, надо было изобрести специальную технологию, которая позволит из этих вот 32-х разрядов понять, где тут идентификатор сети и где тут идентификатор хоста. Сначала использовалась технология, она давно уже была придумана, которая называется классовая система адресов. Просто люди взяли и договорились. Давайте будем работать с сетями так называемых трех классов. А, Б, С, и структурирование вот этого вот логика разделения IP-адреса на идентификатор сети, идентификатор хоста в такой классовой системе была очень простая. Если адрес или сеть называлась адресом класса, это значит, что под идентификацию сети выделялось 8 старших разрядов. 8 разрядов идентифицировали сеть, 24 разряды идентифицировали хост. Класс Б, 16 разрядов сеть, 16 разрядов хост. Класс С, ну, соответственно, 24 разряды сеть и 8 разрядов хост. Специальные диапазоны адресов. Мы с вами о таких диапазонных адресов для специальных целей использующихся подробнее будем на курсе говорить. Сейчас я вам скажу одно. Для того, чтобы назначать адреса хостам, вот эти вот диапазоны адресов классы D и E не используются. Они зарезервированы в специальных целях. Поэтому хостам назначаются адреса только вот первых трех классов. Классовая система адресации достаточно долго существовала, а потом классовая система адресации умерла. Почему она умерла? Потому что классовая система адресации – система очень негибкая. Посмотрите, самая маленькая сеть, которая может существовать в этом мире – это сеть класса С. Сколько таких сетей в теории может быть, если под адрес сети, под идентификатор сети выделяется 24 разряды? Я теоретически сейчас спрашиваю. Сам себя. Сам себе отвечаю и вам в том числе на этот вопрос. 2 в степени 24. Это 16 с лишним миллионов таких сетей может быть. А сколько хостов в такой сети может быть? Если 8 разрядов идентифицируют хост, надо возвести 2 в 8 степень, получить 256 и отнять 2 специальных зарезервированных адреса, получить 254. И сказать, что при использовании классовой системы адресации сети меньше, чем сеть, состоящая из 254 адресов, не существует. И если бы такая классовая система продолжала применяться, она, собственно, применялась когда-то. Негибкость системы тут же стала бы проявляться. В чем она связана? С чем связана эта негибкость системы? Раз не бывает сети меньше, чем сеть класса С, выделяя любую сеть, у меня в домашней сети 4 компьютера. Всего 4, например, у меня их больше. Я примеру говорю так. Всего 4 компьютера. Это какая-то отдельная сеть. Какого объема я туда сеть назначать буду? Ну, наверное, самую маленькую, да? А самая маленькая это класса С, это 254 адреса. 4 адреса я использую, реально. А еще 250 куда? А в никуда. Вот оно, неэффективное использование. Неэффективное использование. Быстрые диапазоны адресов будут исчерпаны. Собственно, с этими столкнулись уже давно. Короче, классовая система из-за этой негибкости применяться перестала. Была разработана система бесклассовая. В бесклассовой системе адресов вместе с адресом обязательно задается один еще один специальный параметр, который называется маска сети или маска под сети. Маска это тоже 32-разрядное число, двоичное, которое тоже для удобства восприятия воспринимается как, то есть записывается в формате десятичной с точкой в первую очередь. Маска позволяет выделить в IP-адресе разряды, идентифицирующие сеть, и отделить их от разрядов, идентифицирующих хост. Маска как формируется? Вот такое специальное 32-разрядное двоичное число. В маске те разряды, которые в адресе относятся к идентификатору сети, устанавливаются в единички. А те разряды, которые в адресе относятся к идентификатору хоста, устанавливаются в нолики. Смотрите, вот я вижу IP-адрес и я вижу маску, да, и я понимаю, что вот эти вот разряды, вот это идентификатор сети. Ну, соответственно, там, где нолики, это идентификатор хоста. То есть адрес сети, когда мы два этих двоичных числа используем, можно совершенно спокойно и очень просто определять. На уровне алгоритма работы протокола IP просто вот это 32-разрядное число умножается вот на это 32-разрядное число. Операция логического И производится. Логическое это очень просто, просто это логическое умножение. Единичка получается только тогда, когда перемножаются между собой две единички. Любые другие сомножители, это всегда ноль. Вот таким образом определяется адрес сети. При использовании бесклассовой системы адресации. Бесклассовая система адресации, она чем, собственно, в первую очередь отличается от классовой системы? Она отличается от классовой системы тем, что вот эта вот граница между идентификатором сети и идентификатором хоста в адресе не привязывается к границе целого октета. Она может плавать в зависимости от объема сети. Она может быть переменная. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, понятно, о чем я сейчас рассказываю так быстро? За малое количество времени я пытаюсь все-таки рассказать достаточно много. Может быть, это и не совсем правильно. Значит, я сейчас еще расскажу для более подробного, более скрупулезного изучения всего этого. Приходите, пожалуйста, ко мне на этот курс, и там мы не так быстро все это подробненько разбирать будем. Так вот, деление сетей на подсети. То, что я вам хотел показать. Для чего, собственно, деление сетей на подсети используется? Деление сетей на подсети используется для того, чтобы в разных сетях, как мы с вами говорили, использовать различную физическую основу. То есть, с одной стороны, это может быть проводная сеть, с другой стороны, я имею в виду, стороны маршрутизатора, а с другой стороны, это может быть беспроводная сеть. И эти сети между собой прекрасно взаимодействуют. И еще такой момент, очень важный момент, даже, наверное, сейчас в первую очередь это надо иметь в виду. Когда работает локальная сеть, в локальной сети используется так называемый широковещательный трафик для выполнения некоторых специальных служебных задач. Широковещательный трафик, широковещание, это что такое? Это передача информации от одного ко всем другим сразу. Причем этот широковещательный трафик используется, еще раз хочу сказать, для решения специальных задач. Этот трафик, служебный трафик в локальной сети существует. Естественно, чем больше костов в такой локальной сети, тем такой широковещательный служебный трафик возникает чаще, чаще, чаще. Это служебная информация, это не передача полезной информации. Поэтому, чтобы быстрее обмениваться полезной информацией, широковещательным трафиком, возникающим в локальной сети, надо бороться. А как бороться? А вот разбивать сети в подсети. Это как бы одна из причин борьбы с широковещательным трафиком. Коллеги, давайте сейчас будем вот сюда смотреть на эту теорию и будем одновременно решать конкретную задачу. Я вам сейчас вот случай из жизни буду рассказывать и одновременно этот случай из жизни будем как бы реализовывать с вами. Ну во-первых, вот во-первых, сама идеология, что значит разбить какую-то большую сеть на более мелкие подсети. Вообще термин сеть, подсеть это все казуистика в чистом виде. С точки зрения какого-то вышестоящего админа, моя достаточно большая сеть является его подсетью. А я свою какую-то сеть буду разбивать для удобства и администрирования на какие-то более мелкие подсети. То есть смотря с какой стороны смотреть. С моей стороны или со стороны того вышестоящего, который руководит какой-то более крупной сетью. Так вот, для того, чтобы сеть разделить на подсети, что нужно сделать? Давайте вспомним. IP-адрес состоит из двух частей. Одна часть определяет адрес сети, идентификатор сети. Вторая часть определяет адрес хоста внутри этой сети. Когда мы какую-то большую сеть разбиваем на подсети, количество сетей становится больше, коллеги. Раз количество сетей становится больше, значит разрядность вот этой вот части, которая идентифицирует сеть, должна увеличиться. Согласны со мной все? Я больше обращаюсь как бы к своим слушателям, которые у меня находятся непосредственно в аудитории. Евгений, согласен, вижу, да? Плюс поставил. Количество сетей увеличивается при разделении какой-то сети на подсети, значит количество разрядов в той части, которая идентифицирует сеть, должно возрастать. При разделении какой-то сети на подсети, количество хостов в каждой из этих сетей становится меньше. Давайте вот так я все это вам сейчас изображу. Вот есть какая-то физическая сеть. Одна. А дальше я ее делю на две. А дальше я ее делю на сколько? На четыре. И так далее. Количество подсетей увеличивается. Поэтому вот эта часть, которая уникально идентифицировала вот эту большую составную часть, сеть должна на какое-то количество разрядов увеличиться. А в каждой из этих подсетей количество хостов-то, количество компьютеров становится меньше, да? Вот в общей сети их было 256, когда я разделил их, ну, 254, когда разделил на две, в каждой из них стала половинка, когда разделил на четыре. То есть разрядность вот этой части опи-адреса, который идентифицирует хост внутри подсети, должна уменьшаться. То есть физически, по сути, с адресом вот такие метаморфозы происходят, когда мы разделяем сети на подсети. Идентификатор сети растет, идентификатор хоста, я имею в виду с точки зрения количества разрядов, идентификатор хоста уменьшается. Так вот, посмотрите, при делении сети на подсети что надо определить? А надо определить, а на сколько разрядов вот это вот изменение адреса будет происходить, на сколько разрядов увеличится разрядность идентификатора хоста, соответственно, ровно на столько разрядов уменьшится разряды, идентифицирующие хост. Коллеги, всем понятно, что говорю? Всем понятно, что говорю? То есть при делении сети на подсети самое главное, с чего надо начать выделить. То есть понять, на сколько разрядов вот все это должно измениться. Существует несколько алгоритмов, позволяющих все это рассчитывать. Я вам сейчас покажу один из таких алгоритмов. Один из таких алгоритмов. Ну алгоритм, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, он предполагает, что мы с вами должны немножечко уметь работать с двоичной системой исчисления, преобразовывать вот эти вот форматы туда-сюда. Я вам сейчас как бы все это постараюсь вот здесь объяснить. Так вот, при делении сети на подсети, что нужно для каждой подсети, которая при результате такого деления получается определить? Определить маску. Помните, вот то самое специализированное число, которое позволяет, собственно, вот эту структуру видеть? Сколько разрядов относится к идентификатору сети, сколько разрядов относится к идентификатору хоста? Маску, адрес, широковещательный адрес, широковещательный адрес, это вот тот самый трафик широковещательный, служебный. Широковещательный адрес, это специальный адрес, его хостам нельзя назначать, широковещательный адрес надо уметь определять. Ну, собственно, диапазон адресов, которые можно хостам в этой сети назначать, ну и по-хорошему количество хостов в этой сети, тоже хорошо бы определить. Вот это те параметры, которые надо определить для каждой подсети, когда мы большую сеть делим на подсети. Алгоритмов существует много. С чего надо начать, мы с вами сказали. Надо начать с определения вот того количества разрядов, на которое происходит вот это вот изменение. А это количество разрядов определяется по очень простой формуле. n равно 2 степени s, где n это не что иное, как количество подсетей, на которые я делю какую-то свою исходную сеть. Коллеги, вот смотрите, я вам сказал, что буду сейчас на конкретном примере, на конкретном примере из практики своей. А практика моя заключалась вот в чем. Значит, когда-то моя лаборатория вычислительных машин, которую я заведую в МГТУ имени Ваумана, из одного корпуса, из главного корпуса переезжала. Это было давно, тогда все это ручками надо было делать. Переезжала в лабораторный корпус на Яузе, но подстроенный. И мне, естественно, раз местоположение лаборатории меняется, это новая совершенно территория, естественно, надо было поменять все параметры экидализации в новом помещении. И все совсем по-другому. И мне, для того, чтобы я мог назначать своим хостам в своей лаборатории адреса, вышестоящий админ, админ МГТУ имени Ваумана сказал, Николай Михайлович, ты будешь использовать у себя в своей лаборатории. Коллеги, я сейчас что-то из головы придумаю, я уж не помню, что он мне там сказал. Он мне сказал, что будешь использовать вот такую сеть. С маской. Маска слэш 24, это маска, которая в формате десятичной с точкой вот так вот выглядит. маска слэш 24 означает, что в этой маске 24 единички, а помните всего сколько разрядов? 32, а вот этот последний это 24 единички, а вот эти вот последние 8 разрядов это нолики. Это два способа маску закадывать. Вот это называется указание маски в формате префикса, а вот это указание маски в формате десятичной с точкой. Так вот смотрите, он мне дал такой адрес и сказал, вот это твоя сеть. А дальше мне мою сеть удобнее эксплуатировать, если эта сеть разбита на отдельные подсети. У меня есть несколько компьютерных залов и так далее. Вообще мне пришлось эту компьютерную сеть, вот эту сеть, которую мне выделил наш админ, делить на 8 подсетей. Коллеги, сейчас для простоты мы с вами не на 8 поделим. Давайте сейчас для простоты мы поделим ее не на 8, а на 4. Сама технология будет несколько отличаться, но всего лишь в расчетах. То есть смотрите. Количество подсетей, которые в результате такого деления появляется, n, равно 2 в степени s. n в нашем с вами случае это 4 подсети, да? Я большую подсеть на 4 должен разделить. Значит, s чему равно? s равно 2. Вот самое главное, что нужно было сделать, чтобы разделить сеть на подсети, мы с вами сделали. Дальше начинается такая рутина, работа с двоичной системой счисления. Помните, мы говорили, для каждой подсети, которая создается, надо что сделать? Надо сначала вычислить маску. Для того, чтобы вычислить маску, что мы с вами делаем? Я напомню, у нас для общей, для той сети, которую я делю, маска выглядит следующим образом. Или же она же записывается вот в таком виде, в виде префикса. Так вот, для того, чтобы определить новую маску, коллеги, все, что я вам сейчас рассказываю, вот здесь вот, здесь вот у меня подробненько, подробненько описано. Я сейчас в конце нашей с вами встречи вам, как всегда, дам ссылочку, чтобы вы могли это все из интернета, ну, с Яндекс.Диска, вот эту презентажечку к себе скачать. Понятно, что я говорил? Ну, а тем, кто присутствует здесь, вы тоже сможете это скачать с Яндекс.Диска, или же возьмете у меня напрямую эту презентажку. Так вот, коллеги, два алгоритма существуют, алгоритм первый. Определение маски. Мы с вами посчитали, что S равно чему? Двум. Дальше, что мы с вами делаем? Вообще говоря, зная вот эту самую маску, 24, мы с вами тут же получаем маску какую? Для каждой из новых подсетей. 26. То есть мы к 24 единичкам вот эти вот еще два разрядика, две единички добавляем. Раньше маска определялась как 24 единички, плюс 2, теперь как она будет определяться? Как 26 единичек. Это в формате префикса. Если мне нужен формат десятичная с точкой, то тогда помните, что мы делаем? Мы записываем 26 единичек. Дальше до 32 разрядов. Сколько ноликов? 6. А дальше вот это вот переводим в формат десятичной с точкой. Коллеги, научитесь все это переводить, получите вот такую маску. 255-255-255-192. Маску определили. Дальше что надо делать? Надо определять адреса для каждой из подсетей, которые в результате этого деления проявятся. Здесь есть два возможных способа. Здесь есть гораздо больше способов. Просто я у себя в презентажке показываю вам два способа. Способ первый, когда мы будем с вами работать вот именно с двоичными числами. Помните, вот это вот с у нас равно двум. Я должен сейчас расписать все с-разрядные двоичные числа. Расписать все двухразрядные двоичные числа. Вот я их расписываю. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Расписал все с-разрядные двоичные числа. Что делаю потом? Справа к этим полученным двухразрядным двоичным числам добавляю столько ноликов, чтобы в сумме получить чтобы в сумме получить разрядность идентификатора хоста в начальной маске. Начальной маска у меня была какая? Разрядность идентификатора хоста 8 разрядов. Коллеги, понятно, что говорю? Так вот к этим двоичным числам справа дописываю столько нулей, чтобы в сумме получить 8 разрядов. Получаю вот такие вот восьмиразрядные двоичные числа. Дальше перевожу их в числа десятичные. 0, 64, 128, 192. А дальше что делаю? А дальше вот это вот число записываю в адрес той сети, которой я разделяю. Коллеги, здесь для примера, для разделения взята вот такая сеть 10, 10. Так. А вот это называется опечатка. Коллеги, вот здесь 140 там написано, а здесь я написал 141. Извините, опечаточка эта появилась, не уследил. 140, а не 141. Записываю это двоичное число на место идентификатора хоста вот этой общей сети. А дальше все это дело записываю, собственно, уже в формате десятичной с точкой. Первая подсеть имеет вот такой адрес, вторая подсеть вот такой адрес, третий, вот такой, четвертый, вот такой. Понятно, коллеги? Вот это нам приходится поработать с двоичной системой исчисления. Есть другой способ. Мы с вами определили, что новая маска представляет собой 26 единичек. Сколько разрядов остается под идентификацию хоста? Да мы с вами вот это здесь уже видим. Это шесть разрядов, да? 32 минус разъядность идентификатора сети, мы с вами получаем разъядность идентификатора хоста. То есть мы с вами вот что получаем. Сколько разрядов вот в этой части IP-адреса. А дальше мы что с вами делаем? А дальше мы с вами два возводим вот в эту степень, получаем 64 и что делаем дальше? Вот берем и начиная от адреса исходной сети, той, которую делю коллеги, ну помните, здесь у меня опечатка, да? Расписывая вот эти четыре адреса, вот эти полученные значения, начиная от адреса сети, начинаю расписывать вот здесь, прибавляя каждый раз вот эти 64 к последующей сети. Ноль плюс 64. Одна подсеть такая, вторая подсеть такая, дальше 64 плюс 64, 128, дальше 128 плюс 64, 192. Прибавляю вот эти 64 до тех пор, пока нужное количество подсетей, в данном случае 4 не получу. Посмотрите, результаты одинаковые, нет? Ну как больше нравится? Можно так, можно это. Так, вторую задачу определение адресов подсетей, сетей мы с вами определили. Следующее, широковещательный адрес надо определить. Широковещательный адрес – это специальный адрес, в котором на месте идентификатора хоста надо прописать единички. Вот я расписываю адреса сетей, четырех, и дальше вот этот шесть разрядов – это идентификатор хоста. И везде, вот здесь вот прописываю единички, а дальше перевожу вот эти значения из двоичной системы опять в десятичную, получаю, что для этой сети широковещательный адрес выглядит. Господи, сколько же можно... Сколько же можно было сделать опечаток и не проверить? Ну, ничего. Вот это шестьдесят три, вот это действительно сто двадцать семь, вот это действительно сто девяносто один, а вот это действительно двести пятьдесят пять. Вот здесь опечатка появилась. При переводе вот этого восьмиразрядного двоичного числа в десятичное получим шестьдесят три. Широковещательный адрес, широковещательный адрес, широковещательный адрес, широковещательный адрес для каждой из этих подсетей. Следующее, что надо сделать, мы с вами говорили, надо диапазон адресов хостов для каждой из этих подсетей определить. Для того, чтобы определить диапазон адресов хостов, что мы с вами делаем? Мы используем следующее правило. Первый адрес первого хоста на единичку больше, чем адрес сети. Вот для первой сети у нас вот такой адрес. На единичку больше это будет вот этот. Адрес последнего хоста на единичку меньше, чем шерековещательный адрес. Обратите внимание, здесь шерековещательный адрес все-таки я правильно написал. Здесь помните опечатка, да? А здесь я его написал правильно. На единичку меньше, чем шерековещательный адрес. 62, соответственно, вот это тот диапазон начинает в единичке и заканчивая 62. Это тот диапазон адресов, который я в каждой из этих подсетей хостам могу назначать. Нельзя нумеровать последовательно, потому что, смотрите, здесь мне задают замечательный вопрос. Почему сети нельзя нумеровать последовательно? 1, 2, 3, 4, и так далее, и так далее, и так далее. Дело-то все в том, что используется двоичная система счисления. Раз используется двоичная система счисления, соответственно, их адреса должны быть всегда степенью двоечки. А 3 и так далее, это не степень двоечки, поэтому такая нумерация не используется. Так, а если в процессе понадобится добавить еще пятую сеть, придет, естественно, придется менять все, что вы сделали, разбивая начальную сеть на подсети. Алексей, это я вам отвечаю, Алексей Вороновский. Так, диапазон адресов хостов мы с вами вычислили. Адрес первого хоста на единичку больше, чем адрес сети, адрес последнего хоста на единичку меньше, чем широковещательный адрес. Количество хостов в сети определяется по формуле 2 в степени разрядность идентификатора хоста минус 2. Мы с вами определили, разбивая сейчас эту сеть на подсети, что разрядность идентификатора хоста аж равно 6, 2 в 6 минус 2, 62 хоста в каждой из этих сетей может быть. Но вот здесь это как бы и так вот сразу наглядно просматривается. От единички до 62 62 хоста. Вот, коллеги, таким образом мы с вами сеть разделили на 4 подсети. Мне приходилось это делить на 8, потому что мне надо было свою сеть, ну да, свою сеть, адрес той сети, которую мне назначил высшестоящий админ, разделить на 8. На 8, поэтому я вам сказал, что буду пример из реальной жизни приводить. Вот я это все делал на 8, вам для простоты здесь, ну чтобы цифр их было поменьше, привел, как бы я это делал на 4. А сейчас имея эти 4, можно потом взять и разделить каждую еще и на 2, да? Ну проще сразу, мне было проще сразу на 8 делить. Так, объединение подсетей. Объединение подсетей это прямо противоположная задача. Это несколько подсетей более мелких объединить в какую-то более крупную компьютерную сеть. Здесь существует некоторая особенность. При объединении подсетей адреса этих подсетей должны быть смежными. Должны быть смежными или, как говорят, должны быть непрерывными. То есть посмотрите, я сейчас буду объединять две подсети, что значит смежными? Вот у одной адрес 16, а у другой 17. Еще бы одну объединял бы, у нее бы какой должен был быть адрес? 18. А если бы у одной из них был адрес 16, а у другой, извините, 25, тогда бы я объединить их не смог. Потому что тогда они у меня в адресном пространстве достаточно серьезно друг от друга разнесены. Понятно? То есть есть определенные как бы ограничения. Ну вот смотрите, есть две сети, и мне надо объединить их в одну более крупную сеть. Ну для того, чтобы администрить эту одну более крупную сеть. Значит, что нужно сделать при таком объединении? Вот при таком объединении надо расписать в двоичном виде вот эти вот актеты, в которых, вот эти вот части этих адресов, в которых начинаются какие-то различия. посмотрите, вот здесь вот у меня и та, и другая сеть одинаковые имеют адреса, это 192, 168. Я вот здесь вот это оставил в десятичном виде, а вот эти части, вот эту часть адреса, которая отличается, расписываю в двоичном виде. 16 в двоичном виде вот так выглядит, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 17 в двоичном виде выглядит вот так, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Вот это вот я расписал. Дальше что я делаю? Дальше в этих двух адресах я определяю одинаковые группы адресов, то есть одинаковые значения. Одинаковых значений у меня сколько? Вот здесь их семь, а вот этот последний разрядик отличается. То есть вот эта вот граница, которая будет отделять сеть от подсетей, будет начинаться вот в этом месте IP-адреса. Понятно, коллеги? Группирую их таким образом, чтобы вот это одинаковое отделить вот от того, где что-то разное. Значит, вот это у меня общий адрес для той подсети, которую я буду получать в результате этого объединения. А помните, мы с вами говорили, адрес сети это что за адрес? Это адрес, в котором разряды, идентифицирующие хост, надо нулями пробить. Вот эту вот группу я здесь выделяю и получаю, что при таком вот отделении у меня этот адрес будет выглядеть следующим образом адрес общей сети. Адрес общей сети. Здесь, коллеги, у меня опять, как всегда, опечатка. Нет, не единичка, 16 здесь. 16. Вот эту единичку я вот сюда вот не снес. Ну что же это такое? Ради бога, извините, я вчера в попыхах, ну не вчера, позавчера вот это все создавал, делал, поэтому вот не отследил, что здесь есть опечаточка. Сейчас эту опечаточку я для исправлю. Вот здесь вот должна быть единичка. Вот эту вот группу разрядов просто я здесь как бы общую выписал, а дальше вспомнил, что адрес сети это адрес, которым разряды идентифицирующий хост, а при объединении вот это уже будут разряды, которые хост идентифицировать. Их надо прописать в виде ноликов. Вот здесь вот все эти нолики написал, поэтому адрес общей сети вот здесь я получил 16. Адрес той сети, которая получается в результате вот такого вот сложения, он всегда будет совпадать с адресом вот этой вот первой самой сети, которая в этом объединении участвует. Что тут изменится при объединении? А изменится, что маска, которая раньше состояла из 24 разрядиков, теперь будет состоять из одного разряда меньше, она будет состоять из 23 разрядиков. Вот так будет выглядеть эта маска. Коллеги, немножечко, может быть, тороплюсь, но тем не менее понятно, чего делаю. Адрес общей сети вот здесь 16. 16, ну вот так, 192, адрес общей сети, 192, 168, 16, 0, при маске слэш 23. Вот здесь вот опечаточка, извините, пожалуйста. Широкомещательный адрес, соответственно, разряды идентифицирующие хост, надо пробить единичками, пробил все это единичками, а дальше перевожу все это в формат десятичной с точки. Вот здесь уже не опечатался, вот это вот 17, а вот это 255. Широкомещательный адрес нарисовал правильно. Теперь, если меня интересует диапазон адресов хостов в этой объединенной сети, адрес первого хоста как будет записан? Он на единичку больше, чем вот этот адрес сети, значит адрес первого хоста 192 168 161, адрес последнего хоста на единичку меньше, чем широкомещательный адрес. 192 168 17 254, вот в этом диапазоне. Сколько всего хостов? хостов? По дентификацию хостов сколько разрядов отводится теперь? 9 2 в 9 степени 2 в 9 степени 2 в 8 это 256 а 2 в 9 512 и минус 2 специальных адреса. Всего хостов вот в этой объединенной сети будет 510. коллеги извините я вас передержал на целых 10 минут рассказывая об этих технологиях рассказывая технологиях этих несколько сумбурно несколько быстро причем еще раз прошу извинения за то что здесь вот какая-то опечатка у меня появилась но я постарался в записи вебинара эти опечатки исправить слушатели в режиме вебинара мои они эту запись получат и соответственно все эти исправления там увидят почему я зачеркиваю ноль елена потому что это давнишняя программистская привычка для того чтобы ноль в тексте можно было отличить от буквы о это с тех давнишних давнишних времен когда я еще и программированием занимался это иногда не очень хорошая привычка но делаю я именно поэтому так коллеги это к сожалению все что я вам мог в течение отведенного под нашу с вами встречу время но причем я вас еще и передержал немножечко рассказать теперь на всякий случай хотя там есть опечаточки но я думаю что вы эти опечаточки сами поправите если вы хотите вот эту самую презентажку себе дома заполучить фотографируйте тот адрес по которому вы пойдете на яндекс диск напомню запустите какой-нибудь браузер вот сюда этот адрес вставите пойдете увидите там вот эту господи ну посмотрите я зря щелкнул увидите там возможность скачать эту презентажку понятно что сделал вот вы придете сюда и можно будет нажать вот сюда скачать эту презентажку вы с вами вы скачаете в итоге вот по тому адресу который я вам на яндекс диске вот здесь вот представил ну коллеги к сожалению еще раз извините за некоторые опечаточки в этой презентажке те слушатели которые присутствуют у меня очно можете эту презентажку забрать у себя на флешку к себе на флешку очно всем слушателям которые пришли на мою встречу сегодня большущее спасибо за то что вы нашли время за то что вы может быть вы конечно в параллели смотрите не смотрите сейчас футбол чемпионат мира за третье место да Англия играет с кем с Бельгией очень хороший футбол так вот вы не стали смотреть футбол не любим футбол замечательно кто не любит тот не смотрит кто любит тот смотрит в параллель так вот я и говорю нашли время и пришли ко мне на эту встречу коллеги еще раз для всего более подробного изучения приходите на курс который называется коротко основы сетей короткий 16-часовой курс но нам об этом обо всем будем подробно говорить спасибо тем слушателям вебинара которые задавали мне какие-то вопросы к сожалению времени очень много поэтому подробно отвечать на эти вопросы не могу что успел на то ответил теперь еще раз всем спасибо и я с вашего позволения трансляцию вебинара заканчиваю спасибо всем успехов всего доброго до сих пор до сих пор